Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Удалось компенсировать лишь 32 миллиона недополученных доходов из бюджета. Кроме того, АТП сейчас пытается получить по госпрограмме льготный кредит 130 миллионов, который при сохранении штата и зарплаты возвращать не придется. Ухудшение финансового состояния поставило под вопрос обновление подвижного состава АТП. Правда, Пурлок не исключает, что в этом году все же удастся купить несколько небольших автобусов. Программа Экономика. Кировчан не освободят от платы за капремонт, несмотря на большие накопления. В очередной раз о такой возможности заговорил на заседании Гордомы Кирова депутат Альберт Бекалюк. На счетах фонда капремонта сейчас почти 3 миллиарда рублей. По мнению депутата, растратить деньги не успевают, можно приостановить сбор платежей. Но министр энергетики ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков заявил, что планов таких нет. Во-первых, на три месяца уже освободили. Во-вторых, эти деньги предназначены не для того, чтобы они кому-то там распределялись. Они нужны для вкладывания в ремонт. Под потребность. И как вы правильно, ну, предыдущий коллега заметил, все ветшает. Система ЖКХ лучше не становится. Необходимо, наоборот, активизировать вкладывание денег в ремонты. Так вы это не делаете. Так мы их быстро сделать невозможно. По словам Балдыкова, в 2020 году на капремонт планируется потратить 2 миллиарда рублей. Из трех накопленных еще один миллиард за это время соберут с кировчан. Эхономика. На 101 АФМ. Киоски возле домов пока сохранят. В Кирове вопрос о том, чтобы запретить их установку, сняли с рассмотрения на заседании Гордумы, поскольку он требует проработки. Запретить размещение нестационарных торговых объектов должна была новая редакция правил внешнего благоустройства города. Однако некоторые депутаты выступили против, поскольку сдача земли в аренду под киоски приносит многоквартирным домам деньги, которые можно тратить на благоустройство. Но городские власти не оставляют идеи сбавить город от киосков, не включенных в схему размещения НТО. Помимо поправок о придомовых территориях, администрация прорабатывает возможность сноса киосков за счет бюджета, не дожидаясь действий собственников. Эхономика. В завершение курсов валют на сегодня доллар 70,44, евро стоит 78,99. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM